Действительно, там Борис Надежин, к которому я лично, может, неплохо отношусь, и он, наверное, либеральных взглядов, и я уверен, что, конечно, он против войны и все такое, но ты должен играть по определенным правилам, да, и я даже недавно говорил о том, что его могут заставить политически самоубиться, сделать какие-то заявления, которые нам не понравятся. Поэтому что хочется сказать? Выборы нелегитимны, да, мы к ним не относимся как к выборам. Это некая процедура, переназначение, как угодно можно к этому относиться, но я бы разделил. Вот есть Надеждин кандидат, а есть отдельные люди, которые кто искренне, кто неискренне верит во всю эту историю, но, по крайней мере, это те люди, которые выбирают Надеждина не как кандидата, да, они его выбирают как возможность безопасно выразить протест против войны и против Путина. Поэтому вся эта история со сбором подписи, она не про Надеждину, она про людей. Так вот, несмотря на то, что Надеждин, может быть, и действительно там о чем-то изначально договорился, люди выходили за себя, а не за Надеждину. Это надо просто иметь в виду. И Надеждин, который имел рейтинг 0%, за одну неделю собрал 200 тысяч подписей. 200 тысяч. И его рейтинг вырос до 10%, там, ну, по разной социологии. И сегодня он хочет он того, не хочет он того, что там думает про него администрация. Он является, как бы, главным сегодня оппонентом Путина. Не важно, там, настоящий он или не настоящий, это, как бы, мы увидим в ближайшее время. Но он сегодня кандидат со вторым рейтингом за одну неделю. И такой стремительный рост он показывает, ну, вообще, кандидаты на разных выборах показывают впервые. Даже Навальный на выборах мэра Москвы рост медленнее. Значит, и в этой связи у Кремля серьезная дилемма. Да, изначально они хотели, чтобы был Путин, и там 10 карликов, и вот Путин легитимно выигрывает у них, набирает 86%. А сегодня проблема в том, что они используют Надеждина, они пытаются использовать граждан, а граждане используют Кремль. Ну, вы, типа, выдвигаете какого-то кандидата, а вот мы за него цепляемся, и мы вас сейчас тоже здесь попробуем переиграть. Не важно, там, может быть, действительно Кремль переиграет в итоге, но любая диктатура – это всегда попытка использовать друг друга. Тихановский – это тоже попытка обмануть. Лукашенко пытался там выставить неизвестного кандидата и думал, что он легко выиграет. Да, гражданское общество воспользовалось возможностью и чуть дело не довело до революции. С Надеждином ровно такая история. Так вот, и мне кажется, что Кремль сейчас находится в проблемной ситуации, потому что они не ожидали, что Надеждин с нулевым рейтингом вдруг опередит всех системных оппозиционеров, что получилось. Не пускать его – это значит, ну, в принципе, поставить крест на легитимности. Пустить его – ну, а неизвестно, что будет дальше, да, потому что если гражданское общество решит воспользоваться этой ситуацией, то Надеждин может получить, ну, не лично Надеждин, да, а вот это антивоенное настроение. Могут накидать Надеждину там до 30% голосов, а может быть и больше. Что выберет Кремль, не знаю, мне все-таки кажется, что его не пустят, потому что это опасная для Путина ситуация, потому что мы увидели две очереди в России знаменитые, это Надеждину и на границе в Грузии, а к Путину очередей не было, хотя у него 3 миллиона. И сегодня в 3 миллиона никто не верит, а в Надеждинские подписи верят все. И это главная дилемма Кремля. Субтитры создавал DimaTorzok